Приветствую всех, мы продолжаем проходить Народную Солянку 2016 на движке от ОГСР. Перед началом хотелось бы поблагодарить вас за большую активность под предыдущим роликом, вы поддержали серию очень хорошо, поэтому мы продолжаем. Ну и по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Так, в общем-то, мы должны награду Сидоровичу, точнее он нам должен награду, хера ли я его еще должен награждать? Я по поводу задания, принести хвост, а подожди, нет, у меня не в контейнере, ночная звезда. В смысле, а почему ему работу не могу сдать, подожди? Или я уже сдал? Ну вот, вернуться с артефактом обратно, а где диалог? А, вот, ну что там с артефактом для меня? Ну вот, принес я твой артефакт, занятная штука. Отлично, вот твое вознаграждение. 1400 дозиметр, контейнер для 8 артефактов, ну и спасибо, Сидоров. Чего у тебя еще такой, по такой работе есть, в принципе, ничего интересного. Так, короче, попросили меня очень сильно, попросили сохранить золотую рыбку, потому что она, типа, пригодится в будущем по какому-то там квесту. И, в принципе, окей, сохраню, потому что у меня, наконец-таки, появился собственный контейнер. И туда я сейчас могу все запихнуть, кстати, надо было куртку продать, а то что я тупанул. Так, не стырили артефакты? Нет, не стырили. Открываем контейнер и запихиваем туда наши фонящие арты, все. Этот контейнер предназначен для менее радиоактивных артефактов, вы не сможете с его помощью полностью компенсировать воздействие радиации, не понял. То есть он еще сейчас фонить будет или что? Да, смотри, радиация-то дальше фонит. А если, ну, допустим. Да, в смысле? А для каких артефактов он предназначен тогда, я не понимаю. Вообще не понял, прикол очки. Какие тогда нахрен в нем артефакты нести, если элементарные арты а-ля золотая рыбка? Ну ладно, хотя бы не золотая рыбка, но каменный цветок. Смотри, ладно золотая рыбка, радиация плюс 10, но каменный цветок где он? Радиация плюс 5 всего лишь, какого черта? Короче, тогда я сидрую складу, у него-то уж точно никто не сворует. Так, давай поторгуем. Держи, собственно, бандитскую куртку за 125 и пистолет. В принципе, все. У него, смотрите, контейнеры для одного артефакта. Ну, в нем можно переносить прям опасные арты. То есть золотую рыбку я с собой, если что, смогу таскать. Ну ладно, пусть она все-таки тут лежит. Ну, а мы сейчас по заданиям отправляемся к провожатому. А вообще, по-хорошему, надо настрелять сейчас как-то собачек будет. Поискать их, потому что у нас же есть задание на 5 собачьих хвостов для Толика. Я слышу, где-то тут собак. Я думаю, пора приготовить обрез. Нифига вы жирные, алло, вам нормально вообще? Как же, блин, непривычно вертикальной синхронизацией играть. Все, убил всех. Раз, хвостик. Ой, этой собаки нету. Ой, этой тоже. Ну все, я уже 5 хвостов не накоплю. 2. Так, а где еще собаки? Я же, по-моему, у вас тут больше было, разве нет? Я, по-моему, больше убил. А, ну вон еще. Понятно, 3 хвоста. Чуть засталкера. А, звездочеты болотный доктор. Меня же презент ждет. Поэтому нужно зайти к звездочету. Посмотрим, что он нам скажет. Здарова. О, меченый, привет. Вот, как и обещал, презент. Артефакт неплохой, думаю, тебе пригодится. Спасибо, звездочет. И что он мне дал? Слюда. Ну, неплохо, ладно. Ты что скажешь? Вот и второй раз виделись. Смотрю, уже оклемался маленько. Не вспомнил про себя? Нет, не вспомнил. Но мне приснилась пещера. Снилось, что я шахтеру отдал важные вещи. Вы не слышали о пещере? Слышал, но ты сначала должен вспомнить, кто ты. Найдешь меня потом. Я пойду за звездочетом к центру зоны. Пока, увидимся еще. Ну что ж, придется пока самому правду искать. Понятно. Доктор говорит, пойдем к центру зоны. И при этом он стоит и выпускает фразу. А что же это там за выжигатель такой? Правду говорят или брешут? Да, брешут, наверное. Ну, вот он, провожатый. Погиб мужик. Можно, в принципе, тут все забрать. Ой, тушканы. Да ладно. Не, вы мне не нужны. Это уж точно. ЖД-насыпь я предпочту пересечь при помощи вояк. Водка у меня, в принципе, есть. Ой, блин, я вспомнил. Там же, по-моему, когда-нибудь... Когда-нибудь, блин. Когда-то, короче, вот этому кузнецову товарищу понадобится 20 бутылок водки. Или это было в другом моде? А, вот смотри. Есть одно дельце у меня. У меня скоро юбилей, круглая дата. Надо бы проставиться. Закуски у нас валом. А вот горячительного не хватает. Сам я не смогу смотаться к барыге, бас-служба. Может, принесешь мне бутылочек 10 водки? Будет у меня праздник. Принесешь, в обиде не останешься. 10 бутылок? Ладно, принесу. А что, а пропустить, то есть вы меня не желаете, да? А, проходи, не задерживайся, пока мы добрые. Не, они все-таки забрали у меня водку, окей. Просто тут же сразу квест вручили. Лис, на помощь, медикаментов мало. Бла-бла-бла, понятно. Так, ну сейчас мы поможем лису. Кстати, тут же можно будет сейчас хвосты добрать. Держи аптечку. Давай поговорим, спасибо за информацию. Все. Ну, это дефолтные диалоги, опять же. Читать я их не буду. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Херачик, пацаны. Ну, лис вроде этот жирный очень. Он же квестовый персонаж важный, поэтому его собаки не загрызут сейчас так просто. Да, не, его вообще не загрызут, мне кажется. На меня еще и напрыгнула парочка. Оптала, короче, вертикальную синхронизацию. Так, намного проще. Правда, очень как-то резво. Но, ладно, нормально. Можно, в принципе, сенсу немного понизить. Попробую, да? Она тут слишком жесткая стоит. О, во-во, вообще шикарно. Вот, вообще супер. Так, хай. Слышь, приятель, ты меня уже дважды выручил. Спасибо. Здоровый лис, как дела? Да, какие дела? Собаки все штаны и задрали. Липнут, как мухи. Послушай, меченый, тут мне посылку на свалке на блокпосте долго оставили. Пушку неплохую, как раз от псов отбиваться. Не принесешь? Да не переживай, награда будет адекватной. Не вопрос, схожу, заодно и обстановку разведаю. А, что, постоянно аптечки нужны? Да не говори, в последнее время эти слепые псы еще больше мутировали. Достаточно крохотные ранки и каюк. Поэтому приходится сразу же обеззараживаться и вырезать целый кусок зараженного мяса. Если согласен, я тебе за десяток аптечек рецептик подкину. Ладно, соберу. Да, зона. Чем дальше, тем страшнее. Понятно. А, по-моему, можно любых аптечек принести, да? И, типа, чем лучше я ему аптечки принесу, тем больше награда будет. Разве так? Кто эти твари? Да не за что лис. Слушай, лис байку. Ну-ну, ага, ага, на паузе читаем, кому интересно. Мне неинтересно, кстати. Что-то есть еще в собачках? О, хвост. И еще хвост. Все. Пять хвостов Толику есть. Вот бы еще псевдособаку встретить, чтобы хвост ее взять. Ибо Сайгу, которая мне даст Сидорич за хвост псевдопса, она очень-таки имбовая. На начале так. Ой-ой-ой. Все. Помянем. Никакая имба тут не поможет. А, найс. То есть я не сохранялся. О, а на этом сэйве псевдособака прибежала. Блин, без хвоста. Как обидно. Надо было сохраниться и перезагружаться, пока хвост не выпадет. Блин, интересно, а мне в этот раз этот выпадет? Хвост чине. Отдолели тварей. Спасибо. Заново все квесты заберем у него. Блин, а обычных собачек не было, с которых хвосты падают. Это какие-то красненькие, жесткие. Ладно, обычные собаки у нас через дорогу обитают. А, ну еще здесь где-то. Сейчас настреляем. Минус два. У этой хвоста нету. А у этой есть. Отлично, забираю. Еще один нужен. Он через дорогу, в принципе, есть собаки. Но сначала я хочу тайник залутать. Мне интересно, что нам тут выпадет. Дефолтный ли тут? Нет, тут не дефолтный тайник. Тут три медузы и, блин, патроны. Вот, наверное, для медуз этот контейнер и нужен, да? Да. Медузы в него столько хранить. Ну и как бы, ну ладно, окей. Тоже неплохо, я считаю. У меня жесткая радиация. У меня есть антирад? У меня антирады нет. Че делать? Че делать? Твою мать. Кажется, это смерть. Вообще, водку по-хорошему пить надо. Вот, выпил. Но, блин. Все равно, часть радиации осталась. Да и ходить набуханным такое себе, конечно. Ладно, пока так, побегаем. В общем, двигаюсь на северное КПП. Сейчас попробую развалить бандитов. Хвосты, как я сказал, чуть позже сдам. Так, тушканы. Мне срочно нужен свой бизон. Где мой легендарный бизон? Как в прошлом прохождении. Мне нужен мой флудурский бизон, с которого я отстреливаю тушканов, тарканов и прочую нечисть маленькую. Не понял, подожди. Ты как под землю ушел? Странный тушкан, конечно. Вот можно одиночный режим поставить? О, можно. Зашибеть, буду одиночным стрелять. Так, там бандиты уже. Можно, в принципе, им гранатку закинуть. Так, для профилактики ловите. Ну, минус один. А, кстати, на блокпосте их довольно много. Стрелять вообще приятно, кстати, в этой солянке. Так, ну тут все бандиты, да. Что-то они все по одному маршруту идут на меня. Это странно. Готово. Даже у них здесь радио. А, тут же, кстати, торговец должен будет прийти потом. Телевизор. Я помню, он нужен будет по какому-то квесту. А сколько он весит? 5 кг. Блин, ну 5 кг с собой таскать постоянно. Не, пожалуй, если что, я и побегать не против ради телевизора буду потом. А в итоге потом, когда нужно будет телевизор. О, идти на кордон за телеком. Почему тут такие тупые квесты? Чего так долго бегать? Ладно, ладно. Так, воды. Еще хочу воды. Капец, все еще хочу воды, кстати, представляете? Ля, сколько тут всего. Прикольно. Чоколадки. Чоколадки, я помню, нужны будут охраннику в баре. Не помню зачем. То ли для прохода, то ли для чего. Так, вот тут пацаны еще полегли. Что там про радиацию? Чего-то она медленно уходит. Так, и вот тут вот еще труп. Нехерово я налутался. Но сейчас я, наверное, все-таки пойду уже сдавать, так сказать, квест Толику. И Сидру заодно продамся. Потому что продавать тут есть что. Наверное, вот этот форт улучшенный и свой форт, который там в идеальном состоянии, я тоже продам. Потому что, да, нахер они мне нужны. У меня вот на 9-18 патроны есть скорпион. Кстати, есть скорпион лучше, чем мой. О, есть. Хорошо. Тогда вот так вот сделаем. Так, обрез какой лучше? Ну вот этот лучше. Остальное как бы тогда нахер. Все разрядил. Ну и возвращаясь в деревню. Наверное, в этот раз пойду через электру. Потому что я вспомнил то, что мне еще волку же нужно найти документы. Где они? Где-где-где? Вот, найти потерянный документ. А он в тоннеле с электрами как раз. Вот поэтому на обратном пути мы заглянем туда. Вовремя вспомнил, представляете, забыл бы. Можно еще зайти платье и пострелять на ферме. Хотя, не знаю, есть ли в этом смысл на данный момент. Ну давайте чисто так по приколу. Приколям бочка. Чего-то платьям вообще пофиг. Два раза зарядил ей пофиг. А, ну, да. Да, кровотечение же есть тут, я забыл. Ну и если стрелять в рожу, то выходит вполне нормально. Тут еще труп есть, который я не залутал вначале. Чего в нем? Давай чекнем. Где он? Где он? Он что за стеной? Я не понял. На улице что ли? Да, он на улице. А что он на улице делает? Внутри должен быть. Забавно. Все, с платьями разобрался. Всего лишь один глаз получил. Тут собака, кстати, валяется. А, вот теперь у меня пять хвостов. Я и забыл, потому что у меня их четыре. А почему-то думал, что у меня их пять. Кек. Ладно, что за труп? Давай чекнем. Ну, дефолтный труп. Валера Сидор. Такое. Кличка напоминает мне... Кличка напоминает мне не очень жадного... Тьфу, не очень жадного. Наоборот, не очень честного торговца. Слышу тушканов. Но я не помню, у меня на первое время против тушканов тоже скорпион был или как? В самом первом прохождении. Блин, почему у меня опять автоматический режим? А, ну да, я же сменил скорпион. Да, вы рофлите. Еще. Вроде это все. Так. О, блин. Мои любимые электры. Еще и из НЛС. А вы тоже любите электры и все, что с ними связано? Я да. Артефакт. Документ. Ну, я живу, кстати. Электры не так сильно дамажат. Так, ну артефакт как-то крутой. Выносливость. Я люблю выносливость. Но, правда, тут электры гребаные. Поэтому... Да, ладно, сейчас мы пробежим. А хотя нет. О, тут еще один. Интересно. Найс, меня электры зажарили. Давай попробуем еще раз. И отойди сюда вот обратно. Все, сижу тут. Меня никто не тронет, я надеюсь. Да, там, видите, две электры появляются. Если она была одна, тогда я проскочу. Так, ну одна там. А, ну теперь они тут вместе, видите? Исчезни. О. А вот он сейчас появится, я угадал. Я угадал. Все, до связи. Ура, я пробежал. Ой, здрасте. Ой, блин. Ну что, тушканы, вы же так на меня любите нападать. Давайте я теперь на вас нападу. Готово. Нет, не готово. Вот, теперь готово. Не знаю, зачем мне головы. Я помню, я очень часто их собирал. Но в итоге, куда я их пустил, потом я забыл. А может, я не пускал никуда. Так, ну в любом случае, смотрите, тут плюс выносливость у меня нарисовывается. Да, вот если я одну повешаю, то у меня уже почти не двигается выносливость, когда я бегу. А если две повешают, то у меня вообще сейчас будет восстанавливаться выносливость, когда я бегаю. Ну просто не жизнь, а сказка. Кстати, можно залезть вот в эту аномалию. А чего они не дают? Радиации. Ага, понял. То есть, если сейчас и радейки тут хватану, то будет больновато. Но я тогда без этих артефактов залезу. И, короче, попробую что-нибудь найти. Может, тоже какие-то артефакты тут будут. Ну тут крысюки только. Кстати, крысюки-то, по-моему, тоже лутабельные. Их можно убивать спокойно. На минус одна. А, вот они даже кусаются. Ахуй. Крысюки, реально. Вон с них мясо дропается. Я помню, на какой-то локации есть мышки с динамитом на спине. Ну, на себе. То есть, мышки к ним привязаны динамиты, они подходят и взрываются. Это забавно было. Так, ящик пустоват. В его душе мрак, наверное. Ну, что-то я тут не вижу ни медуз, ни что-то такое. Как-то обидно получается. А, вот она. Зашибись. Ну, всё, я сваливаю тогда до связи. Медузу тоже сразу в контейнер. Прихаем просто контейнер с четырьмя медузами. Что может быть хуже? Не знаю. А чё у меня... Подожди, почему у меня... Ладно, забейте. У меня просто метка висела, то, что это персонаж квестовый. Сидор. Так, давай сначала хвосты Толику занесём. Здорово, чё спишь? Вставай. Привет, принёс я тебе хвосты. Ну, меченые, спасибо. Забирай, пока не завонялись. Держи вот. Я тут записал способ получения ломтия мяса. Правда, ещё не проверял его. Ну, ты, конечно, даёшь. Даны на КПК. Это всё понятно. Личные заметки. Ага. Так, справка, артефакты. У меня есть... А почему тут, типа, два показателя радиации? А, наверное, одно это радиозащита от друга. Ну, всё, понял, понял, окей. Ну, душа для начала неплохой арт. Типа, будет выводить радиацию. Да заткнись ты, Толик, глупый. Чё ты тут валяешься? Так, а какой рецепт он мне дал? Лопаем кровь камня, да? Ну, это дерьмо. Типа, такое себе. Крафт медузы и вообще рофл. А, нет, подожди. Это не... Это не то. Это, короче, просто артефакты. А у меня уже способы арт-образ... Вот. Вспышка и жарки. Ломать мясо из трамплина. Вот, что он мне дал. Капец. Откуда у меня тогда инфа о душе? Типа, странно. Я же не подбирал душу. Да, в принципе, я светляк. А почему у меня тогда инфы тут нету? Да я, вы верьте. Я, типа, его не подбирал. Ой, это, короче, что-то странное, ладно. Хотя, подожди. Душа. Очень редкий артефакт. Образующийся в аномалий карусель. Ага, ага, ага. Понятно, просто инфа. Ну, странно, ладно. Привет, волк. И тебе привет, что скажешь? Нашел я документ этот? Да-да, он самый. Держи автомат, патронов. Правда, один рожок всего. Да, и нормально, чё? Корот. Ну, я, правда, и со Скорпионом пока не против походить. Блин, где мой Скорпион теперь среди? А, вот он, вот он. Нет, подожди, не он. А где? А, вот этот, всё. 8 патриков, значит, мой. Куй сидр. А почему дверь с первого раза не открылась? Здорово. Так, давай торговля. На Скорпионы. Подашники. Я не знаю, они нужны кому-нибудь по квесту или нет. Я вот не в курсе. Ну и ладно. Обрез. Пистолеты. Пистолс. MP5, я не знаю, нужно, но мне нет. Да нет, я не хочу с MP5 ходить. Плыву, я оставлю себе. Ну и 3000, считай, я наторговал. Нормально. Ну, в принципе, всё. Так, ну теперь уж точно можно смело текать на свалку. Ой, на свалке что-то вообще так светло. Аж даже непривычно. Кордон какой-то тёмный. Так, здраво, чуваки. Это бандит. Берегись. Получай, сволочь. Ты его подранил. Как говорится, лея не видишь, куда прёшь. Квестовый персонаж идёт. В бою, конечно, Юрика не победить было, потому что у него накрученное хп. Так, пистолеты, я не знаю, есть смысл. Ну, наверное, я потом пойду до Сидора ещё раз. Продам всё. Ку. Хорошо. Ну что, сильно тебя потрепали? Да уж, если бы не ты, неизвестно, чем бы всё закончилось. Спасибо тебе. Ой, и куда побежал? Не знаю, и свалил просто. А на кого-то загрелся? Разве кто-то есть? Тут никого нету, там переход только уже. Ты чё, дурик? Так, ладно, всегда рад помочь честному сталкеру. А где ж спасибо, считай, стол, света вернулся. Да, выручил ты меня. Как моих, а? Извини за нескромность, но я вижу, ты опытный сталкер. Значит, можешь ещё мне кое в чём помочь. Дельцы несложные для тебя. Здесь складов с вооружением не водится. Патронов хороших днём с огнём не найти. А вот к пистолету ПМ патронов немерено. Один умелец и переделал пистолет-подмёт МП-5 под такие патроны. Мне с таким будет легче от всяких тварей отбиваться. Знаю, что сталкер с этим автоматом копыта отбросил в ЖД-тоннеле, который вёл на агропром раньше. Да только обвалился. Ну что, возьмёшься? Я в долгу не осталась. Интересной штукой поделюсь. Как преобразовать артефакт? Или говоришь? Ладно, всё равно по пути. Посмотрю, что за ствол такой. Ну да. По-моему, в первом прохождении я этот квест ему не сдал. Точнее, сдал, но он... Нет, я не сдал, по-моему, всё-таки. Ясно. Сейчас бы электру на свалке. Просто посредине... Посреди дороги на развилке. Я помню, у меня висели квесты. И, по-моему, у Юрика они тоже висели, типа... А, Найс, я ещё не сохранялся. Да нет, бред, я же сохранялся. Нет, всё-таки не сохранялся. Я просто помню, короче, у меня были персонажи там без... Юрик, вот, по-моему, и ещё кто-то, кто далеко ушёл. И я всё никак им не мог сдать квесты, потому что, ну, не по пути, как бы. Так, естественно, сейчас бесу поможем, потому что... Да вы рофлите! Какой идиот здесь аномалии запихнул. Вот просто какой смысл? Ну ладно, я уже не буду загружаться. Попал, так попал. Серьёзно, сначала электру, потом вот это. Вот просто без... Не знаю. Аномалии стараются как-то более-менее логично раскидывать. Там, где они могут быть. А тут просто на дороге. Просто электро. У нас же ничего электрического такого нету. Логично поставить электру к какому-нибудь там электрощитка, да? Или, я не знаю, ну, у той вышки, допустим. Ну, ё-моё, он здесь, просто на дороге. Это странно. Ладно. Так, патроны. Патронов тут нету. Куртку продам потом. Ну, тоже стандартный диалог. Читать не буду. Я вообще пойду сейчас в Солянова валить всех этих бундитов. Просто всю их базу выкашу. Кстати, два тайника рядом выпало. Офигенно. У меня есть одна гранатка. Можно закинуть. Ну-ка, посмотрим, сколько их убью. Никого не убил. Неплохо. Так, а пацаны там уже заагрелись. Наверное, зря я их заагрел, потому что у них на открытой местности вот такое преимущество. Они через кусты стреляют, а я не умею так делать. Ну, я умею, но я не вижу. Видите, они так метко стреляют. Наверное, я их зря раззадорил гранатой. Ну, пусть приходят, чё. Так, один сунулся и умер. Нормально. А как не стрелять через холм? Если я их не вижу, а они при этом, ну, как-то умудряются попадать в транспорт. Короче, я валю и подпускаю их поближе. Наверное, возьму скорпион. Так, ну, волки и прочие должны затащить, потому что они же квестовые персонажи. О, граната прилетела. Помянем. Главное, что не ко мне. Так, я попал по кому-то. О, гранату закинули, красавцы. Правда, никого не убили. Ну, так, волк. Ну, так вот. Бес и Юрик. Они довольно-таки жирные персы, поэтому они должны вытащить данную драку. Ну, хотя это не значит, что же мне надо бездействовать. Вот кого-то убили, красавцы. И там ещё вдали труп. Убили, блин. А я пока до него добирался. Где ещё? Вижу, вижу. Правда, до него ничего не долетело. Минус. По-моему, кто-то гранату мне закинул. Ну, собирался закинуть. Хотя, вроде нет. Всё. Пацанов, которые нападали, я убил. Но тут ещё загрелись те, кто из лагеря просто, поэтому... Не знаю, я куда-то стрелял, там кого-то убил вроде. Так, тут кто-то есть. Оу, проблемы. Ясно. Какой же тут нож короткий? Это просто шок. И какой радиус кулаков у них огромный, когда они бьют. Так, я обязательно выживу. Я армейскую занул. Зачем? Зачем ты это сделал? Вот поэтому иногда лучше через инвентарь юзать аптечки, потому что иногда клавиши может просто не то прожать, то, что ты хочешь. Я армейский копил, так-то думал сдать Юрику. Ой, тьфу, Юрику-лису. Я ещё и по бандитам попасть не могу. Кажется, я начинаю видеть через кусты. Я просто двоих челов уже через кусты завалил. МП-5 подобрал, он какой крысюк. Так, ну зато вот сейчас я их всех заагрил и убил, и будет много лута. Я, наверное, сейчас вернусь к Сидору после этого. Ну, типа, чисто, знаете, денег подфармить, а чё? По-моему, нормальная тема. Так, всё разрежу. А сколько у меня КГ-74? Да, по-любому к Сидору надо возвращаться. Так, и чё там по награде? Где бес? Чёрт, бес. Вот он. Куда ты целишься? Да капец, он ещё и говорит, слушай, устал, я не до разговоров. Ты дурак? Ясно. Короче, отлагивай, я пошёл. Подожди, а чё тут ещё за один? А, Костя же тут ещё есть. Я думаю, чё за ещё один перс отмечается. А тут ещё есть Костяныч? А, так я его первый тайник-то не нашёл на кордоне. Я вообще забыл про него. Ой, лол. Надо будет вернуться и найти. Надо будет ещё куртку шустрому на свалке отыскать, и желательно вот с ней на кордон вернуться. Блин, у меня столько, оказывается, мотивации вернуться на кордон, да, не только к Сидору пойти продаться. Так, для начала тайники. Вот здесь первый. В нём аптечки и патроны для калаша бронебойные. Нормально. Люблю переделанные, припрятанные тайники. Это всегда здорово и интересно. Фраера повалили. Нормально. Меня заметили. Вообще на лагере. В лагере через дорогу. Так, антират и гранату я нашёл. И одну из гранат я не против как раз-таки пацанам закинуть. А они мне тоже закинули. Нормально. Так, ну я убил троих с гранаты. Нормально. Готово. Ну, плюс дополнительный... Ой, блин, зачем я два раза, блин, встрельнул? Плюс дополнительный хабар. В принципе, звучит. Ну, чё ты там, бес отлагал? Блин, а где куртку, кстати, для шустрого искать? Чё-то не шарю. О, собаки тут нападают. Здорово. Возьму деньгами, конечно же. Ещё какая-то помощь нужна? Ага, обязательно. Может, ты перестанешь агриться, а? Ну, чё тебе эти собачки, которые тут бегают? Да я их сам убью. Где они? Чё они убегают от меня? Ну, тем более, одна в аномалию попала. Отлагали. Класс. Так, чё какая-то помощь нужна? Ээээ, ну, это скорее просьба. Чё, мнёшься, говори уже. Пиво хочется хорошего, а не того, что торговцы продают. Знаю, есть оно в зоне, хоть и мало, но есть. Может, тебе попадётся хоть баночек пять душу отвезти? Ну, окей. По-моему, в LabX18 только я по... Это самое получу данное пиво. Ну, в принципе, всё. Это весь его квест, как бы. Так, а ты чё у меня? А, ну, да. Ты просто отмечаешься. Так, ну ладно, я на кордоныч. Мм, кстати, Аким появился. Вот он только-только заспавнился, видимо. Привет, ты кто? Привет, я бывший военный, вот теперь торгую немного. Место-то проходное, но товар у меня специфический и дорогой. Капсулы для активации аномалий. Есть ещё кое-чего, если нужно будет, обращайся. Ну, я смотрю, многие военные в торговцы идут. Несладко на Украине в погонах. Тебя как звать-то? Меня зовут Меченый. А что за капсулы такие? Меня зовут Аким. Приятно познакомиться. Да, в погонах нынче не сладко. Пол страны сейчас торгуют, перепродают, покупают. В общем, нифига не делают, а деньги получают. Ну, и я решил подобным бездельным заняться. А насчёт капсул, сталкеры иногда продают артефакты в скорлупе. Они могут аномалии активировать. Загляни в свой ПДА, там должна быть информация. Да, кстати, ты ведь в зоне мотаешься. Есть у меня напарник, тоже подобным товаром торгует. На Агропроме, на территории северного комплекса. У него есть много полезной информации. И ещё есть знакомый. Он расположился у вертолёта в забытом лесу. Тропка туда, в леске, на свалке. Понятно. А из оружия ничего нет? Есть, но тебе пока не по финансам. Штурмовая винтовка FN2000 под патроны 545. Единственная в зоне. Дорого мне она когда-то досталась. И какая цена? 50 тысяч в рублях и артефакт плёнка в придачу. Недороговато. Тебе решать. Если нужно, бери. Нет, иди с богом. Только офигенная цена. 50 тысяч вообще легко нафармить. У меня уже десятка есть. А плёнка, ну, на дикой территории валяется. Блин, обязательно куплю. Главное не забыть. Значит, работы активнее. Вернее, подзаработать. Работа? Ну, не знаю, можно ли это так назвать. Давай будем называть дружественной услугой. Принеси мне 10 рук зомби. Сделаешь? Постараюсь. Короче, давай, беру. Дальше. Что интересное продаёшь? Есть замок с кодом для тайников. Работа с 90... Ага, ага, ага. Артефакуир 20 тысяч. Замок на тайник. Кого? У него есть нож морпеха. Научная аптечка. Ну, и вот они как бы капсулы. Так, телек-то я надеюсь, ты себе не прихабаришь. Не хотелось бы вообще-то. Блин, я всё в раздумье. Где можно псевдо-собаку найти? Потому что сайгу-то хочется. Мне как минимум её, ну, лучше всего получить до того, как я встречу наёмников на свалке. Хотя они там вроде по скрипту появляются. Типа, как только я пойду в сторону Тёмной долины, сразу сработает скрипт. Ну, либо возле барахолки пройду. Поэтому хз, хз. Просто там можно хорошо заныкаться и отстреливать с сайги наёмников. Дробь тут хорошо тащит. Так, здорово. Давай, поторгуем, скину тебе всё. Ну, на 3 тысячи вышло. В принципе, ладно. Чё, может какая-то работа есть интересная? Грави. Ага. Размечтался. Блин, псевдо-собаку. Можно попробовать поискать на кордоне побегать, а можно и на свалку вернуться. Блин, дождик так-то крутой. Я вот думаю, может всё-таки включить в опциях солянки частые возрождения живого? Хотя хз, блин. Мне так и не написал никто, кто это. Я просто сейчас чекал комменты под первой серией, я так и не нашёл комментарий ни один. Возможно, он есть, но его никто не лайкнул даже. И чё, кто-нибудь помогите орёт. Его никто не лайкнул, наверное, и поэтому я его не увидел. Хотя я довольно далеко мотал, никто не написал. Не знаю, респавниться или тут мутанты, но, наверное, респавниться всё-таки. Поэтому я бегу на первое место, где я в первый раз встретил псевдо-собаку. Может быть, она там заново заспавнилась. Вот где-то тут, где-то там, под ёлкой, она стояла, сидела точнее. А, вот тут примерно. Но в этот раз я тут вообще никого не вижу. Да и никто на меня не агрится. О, псина. А ну иди сюда. Ой, я не заряжен, прикольно. Да в смысле? Ты как жива? Ой, там кто-то стрелял, кстати. Кто-то рядом есть, получается? Это чё такое? А, понял. Ну, туда, не знаю, нет смысла, наверное, идти. Там уж точно ничего нет. Ой-ой-ой, чуть-чуть в нормальный не попал. Зато в другую попал. Отлично. Я не ставлю светляки на выносливость, потому что... О, вспышка, точнее. Потому что боюсь то, что я попаду в электру, и она меня просто сваншотает. А так-то не очень хочется перезагружаться постоянно. Там военные на мосту гуляют. Фигово. Да, видимо, придётся возвращаться на свалку. Итак, я на свалке. Иду до депо. Потому что именно там нужно будет искать сейчас куртку для Шустрова. Здорово, чуваки. Чё, как у вас тут? А, мне даже ничего не сказали. Там тебе помоги и так далее. Аптеку дам. У меня, в принципе, их довольно много обычных. Ооо, неприятно. Лимонку. Красава. Убил одного даже. Молодец. Так, вроде убил бандита. Блин, у Скорпиона, я не знаю, имба не имба, но... Ну, вроде урона он так себе наносит. Но смотрите, у него вообще нет ни отдачи, ничего. Я просто вот стреляю, да, у него даже оружие не двигается. Это жестоко. Сейчас опять всякого понабираю. Потому что, вероятно, я опять вернусь сейчас на кордон. И продам всё. Готово. Всё, разобрались вроде. Ооо, как всегда тут флекс. А, понятно, меня другие бандиты начали пинать. Но можно им отпор дать для начала, типа, перед тем, как разговаривать, а чё? Минус снайпер. Ооо, минус два. Вообще, шикарно чё. Не, гранаты пока не буду кидать. Не помню, что за звуки. А, это там, этот флексит. Так, я пойду сюда сначала. Какой жёсткий дядька сейчас разговаривал. А, мне ещё в тоннель же надо за стволом для Юрика. Всё забываю, реально. Столько квестов. Я не привык к солянке. Поэтому многое забываю. То, что. Например, в начале. Все квесты располагаются рядом. Ооо, меня попустили, капец. Я видел тоже, что один остался, чел. Меня это насторожило. Я такой думаю, блин, а где он? Я его не видел. Ты жив, серьёзно? Капец. Всё, живу. Ну всё, этих бандитов тоже попустили. Сейчас залутаю их и сразу пойду в тоннель за оружием Юрику. Потому что Юрик уже, наверное, свалил куда-то, да? Костя. Да, Юрик уже свалил. А свалил он. Он уже в тёмной лощине. Как ты тут оказался? О боже, кажется, я ему опять нескоро сдам всё это дело. Потому что переход в тёмную лощину мне нескоро откроется. Ну тогда предлагаю и не идти пока за стволом, пока я не открою тёмную лощину. То есть потом схожу. Просто чтобы сейчас не таскаться, не нагружаться. Хотя, с одной стороны... Блин, когда я открою тёмную лощину? Ну, когда пойду, наверное, в Х-18. Ну, наверное, перед Х-18 я же всё равно буду на свалке. Заскочу сюда по-быстрому и заберу волыну. И потом уже пойду в Х-18. И потом, когда пойду в Х-18, забыл. Всё, помянем. Поэтому ладно, пока что оставим это место. И вернёмся, получим награду у Серого. Ну тут уже всех залутали, или это я залутал? Нет, по-моему, я этих чилов не лутал. Спасибо, что помог, было жарко. Ты вообще откуда нарисовался? Ну и, короче, ещё инфу. Спасибо за инфу. Что нового? Ощущения? Ага, ага. Ну ясно, у него, по-моему, квестов нет. У него чисто истории. В общем, неинтересный типок. Но награду я получил. Так, и где же искать куртку для Шустровой? Тут, внимание, самое интересное. Куртку для Шу... Подожди, что это тут такое? Какое-то... А, это понятно, радио. Какое-то странное свечение. Тут скоро какой-то квест в NPC будет сидеть. А, ну вот, тут в куче говна есть люк. Мы его берём, открываем. Опа. И видим тут секретное помещение. Собственно, спускаемся в него. Я, кстати, вот не помню этого. А может, я всё-таки и... А я помню... По-моему, меня Шустрова убили, если не ошибаюсь, да? Я не помню, короче. Так, ну и вот оно. Кожаная куртка. Тут также две научные аптечки. Пять водки. Четыре осталось до квеста с кузнецом. Ну и фляжка с водой. Ну и как-то так. Так, не знаю, сейчас возвращаться на кордон или после наёмников. Но, наверное, после наёмников я буду на перегрузе. Поэтому я, наверное, вернусь сейчас всё-таки. Здоровый Сидор. Главное ему не продать загреженную куртку. Случайно. Так, ну и что ему ещё можно продать? Не знаю, сигареты, я помню, они кому-то понадобятся. Тоже по квестам. Каким-то. Ну, четыре тысячи на двадцать тысячи того. Нормально. Так, и пойдём теперь Шустрому куртку сдадим. Ещё я вспомнил то, что прапору-то на блокпосте за то, что я возьму ствол для лиса. Он тоже что-то потребует. Правда, я вот забыл, что. По-моему, какую-то настойку или что-то такое. Ему нужны будут глаза плоти. Либо один глаз плоти, либо сколько-то. Но у меня есть только один, если что. Поэтому хз. О, ты, кстати, вместо того чела, которого я убил, появился другой чел. Ромка Филин. И он тоже, кстати, с обрезом и тоже в куртке новичка. Я не понял. Это какой-то обряд, традиция или что? Это вообще безволынный лох. Ну, привет. О, Меченый, привет. Жив-здоров, не кашляешь? Угу, не кашляю. Водка помогает. Кому-то от кашля, а кому-то курточку укрепленную хочется, блин. Нашел, вот это да. Как договаривались, мини-артефакт. Хи. Ха, ладно, два артефакта. Держи свою броню. Два каменных цветка, которые я не могу... Или могу, подожди. Нет, я не могу их засунуть сюда. Спасибо, Шустрый. Видимо, он захотел, чтобы вздох от радиации. Пойду быстро их сидру отнесу. Давайте попробуем научные сколлекционировать для лиса. Я тогда их буду сюда складывать по возможности. Ну и каменные цветки тоже нахрен. Так, ну и чё, всё, я побежал тогда дальше. Хм, кстати, я сейчас шёл к прапору, но услышал бандитов. Предлагаю их вальнуть. А-то чё они тут быкуют? Хотя, подожди, у меня есть идеи. А, нет, он меня уже заприметил. Я, кстати, так и не нашёл тайник кости. Я забыл про него. Ой, я дурак. Вот когда пойду продавать вещи наёмников, надо будет обязательно найти. Реально забываю постоянно. Я глупенький, что тут с меня взять? Так, а где чел-то? А, вот он. Так, и там, по мне, его кореш уже притворяющийся стреляет. И где он вообще? Всё, минус чел. У него хотя бы коллаж был. О, вот, у него, кстати, ПДА раненого бандита по тому квесту. Теперь нужно найти бандита, забравшего ПДА военного у раненого бандита. Блин, короче, можно вот это прочитать. Если чё, читайте на паузе, потому что я это уже всё своё время читал. И там ничего интересного. Вот. Просто, ну, в той серии я читал, да, но потом понял, что это отнимает слишком много времени. И что, ну его нафиг лучше. Так, ну-ка наёмники, давайте. Как по заказу? И чё, а где наёмники? А здесь скрипт-то, я не понял. Куда я должен наступить, чтобы они заспавнились? Блин, реально, подожди, я не понимаю. Куда я должен встать, чтобы сработал скрипт? Типа, вот идут наёмники. Внимание, видел группу наёмников на свалке. Вероятно, разведка или задание идут. Будьте внимательны. О, всё, мы поняли. Ну и, короче, могу вот сюда сникаться и ждать их. Я думаю, они ко мне придут обязательно. Я их тут приму. Я очень долго ждал их и решил всё-таки, ну, да, наверное, это немного нечестно. Но вылететь деморекордом, посмотреть, где они там. Потому что, ну, их что-то очень долго нету. Оказывается, вот они тут что-то делают. Это довольно забавно. Ладно. Никого не убил. Нормально. Нет, одного, нет, никого не убил. Так, ну теперь-то они сюда пойдут? Или как? А, что-то они как-то странно агрятся. Ну, видимо, сюда они прям не... Ой, блин. Сюда они прям не пойдут. Но всё равно я минусую их нормально на этой позиции. Мне нравится. А, ясно, дерьмо. Ладно, возьму скорпион, сейчас перезаряжу только. Ой. А кто убил его? Долговцы, что ли? Лол, долговцы, видимо, заагрелись. Забавно. Так, ну ладно, я должен тут первее всех всё залутать. Хотя, в принципе, особо никто и не быкует на мой лут. Ну, никто тут лутать, если честно, нечего. Типа, окей, ЛРки, окей, здорово. Ну и чё? Ну и всё. Патронов чисто налутал. Я не знаю, можно... Ого, Энфилд в хорошем состоянии. Можно его оставить. Чисто там пострелякать в случае чего. У него прицел неплохой, в принципе. Так, лады, чё у вас тут есть вкусного? Ничего? Ладно. О, я знаете... А, ну вот и лысый. Так, почему? Понятно. Привет, прапор, дело есть. Лис, до вечера говорил, что посылку тебе до него оставляли. Так я за ней пришёл. Ты уж отдай, не жалься. Не жилься, точнее. Ага, сейчас. Я вам что, передаст посылок? Ну уж нет. Принеси мне сначала щупальца кровососа, тогда и базар держать будем. За хранение, так сказать. Ну ты. Ладно, принесу. Куда деваться? Лису ведь обещал. Ааа, вот оно как. А где ему сосочи-то возьму сейчас? Да, видимо, нигде. Так, ну мне в любом случае сейчас на кордон надо будет за тайником. Я вот помню, кстати, знаете чё? То, что там есть люк, который тоже открывает секретную комнату. Но это уже, по-моему, по какому-то заданию нужно будет открывать. Поэтому я на кордон. Хай, сидр, я тебе вот сегодня довольно жёсткие стволы принёс. Ну так, относительно. Кстати, какой из них мой? Ладно, вот эти продам. О, кстати, бизончик-то вы... Ааа, блин, в каком херовом состоянии? Не-не-не, на продажу 100%. Я только сейчас велел то, что мне бизон выпал. Ну, короче, 2800, ну такое на самом деле. Не знаю, зачем я постоянно таскаюсь к сидру. Бутик съем. Так, и нужно, короче, найти тайник. Костя, а где он-то? Тайник на кордоне, свалку мусора обыскать стоит. Какую свалку мусора? Я только одну знаю, вот эту. Ну ладно, давай обыщем. Так, допустим, я вот сюда залезу. Благо прыжок в солянке высокий. И мне это нравится, кстати. Но это единственная свалка мусора. Я не знаю, каких-то ещё. Поэтому где-то тут нужно искать. О, водочка тут вывалилась. Неплохо так-то. Сколько? Восемь у меня уже бутылок. По-моему, кстати, одна укатилась, или я ошибаюсь? Да, одна укатилась. Девять, зашибись. Сейчас кузнецову скоро так-то накоплю. Я думаю, в лагере последнюю водку выменю у кого-нибудь. Так, ну что-то вот я всё обыскиваю, да, обыскиваю. Но не нахожу. Может внутри? Да нет, внутри ничего нету. О, мышки пришли. Здорово. О, там ящик, кстати, только сейчас увидел. Я могу сюда залезть? Могу. Хе-хе. О, чего? Кого? Батарейка серьёзная? Электрошок? Лол. Просто лол. Я, наверное, один арт сниму. Наверное, два сниму, ладно. У меня всё равно сейчас перевеса нету. Зачем они мне на поясе? С выносливостью траблов нету. Блин, ну... Это неожиданно было, окей. Даже очень. Так, я не знаю, где искать. У меня 0 людей. Прямо вот что-то вообще. Я вроде уже обыскал всё, что тут можно. Хотя нет. В трубах, может быть. Чей между трубами, я не знаю. В этой трубе я ничего не вижу, по крайней мере. В этой тоже. Блин, забавно могу лазить. А тут? Тут тоже ничего нету. Так, а вот здесь я не сорел внутри. Тут ящик, кстати, внутри. В нём аптечке капец. Я и не знал то, что тут, ну, такое разбросано, да? То есть, казалось бы, дефолтная точка. Уже полностью исследованная, но не тут-то было. Да не, хрень какая-то. Нету тут ничего. Видимо, я куда-то не туда пришёл. Короче, пришлось подгуглить. Я самую малость посмотрел. Но, честно, я не совсем понял, где оно. Типа, ну, в какой-то хрени похоже на вот эту. Хотя, типа, хз. Я тут больше таких штук не вижу. Вон только вторая такая. А, вот, вот, вот третья. И в ней, наверное, тайник всё-таки. Смотрим. Да, вон он рюкзачок. Найс заныкал. И что здесь у нас? ТОС-34. Неплохо. Комбез наёмника тоже неплохо. Патроны, КПК, которые нужно будет отдать кости домой и гранаты. Два хвоста. Ну, за комбез наёмника отдельный респект. А то я в куртке хожу как лох. Я могу во второй слот поставить. Типа, вот, допустим, вот так вот. А могу поменять? Типа, вот так вот. А, да, тут можно чего угодно ставить в слоты. Ля, вот это топчик, конечно. Ну, всё, буду с лозиком ходить вместо обреза. Обрез сейчас продам нафиг. Странно, как-то свет падает, да? Будто свет от солнца. Хотя это всего лишь лампа. А, нет, у него тут просто свечение странное. Вот это уже реально свет от солнца. Ну, короче, какие-то баги. Ку, на обрез. 19 рублей, капец. Патроны. Ну, и всё. Больше мне тебе предложить нечего. Я на свалку. Ну, уже нифиговенько стемнело. Так, и где Костя? Вот он сидит за кастриком. Кста. А, показалось. Всё, нашёл этот тайник. Я рад за тебя. Было что интересного? Как-то и говорил снаряжение. А ещё вот что. ПДА там лежал. Прочитать его не смог. Абра-кадабра какая-то. Возьми, может, у тебя получится. Хорошо, давай посмотрю. Да, кстати, спасибо за наводку. Очень кстати был твой тайник. Да ни за что. Тайник-то не мой. Я просто узнал информацию о предполагаемом месте тайника. Ну, в любом случае, как мне тебя отблагодарить? Хорошо, если так хочешь, есть у меня к тебе дело. Есть такой артефакт, золотая рыбка. Он мне и нужен. Не спрашивай зачем, нужен и всё тут. Если найдёшь, тащи ко мне. Там и сочтёмся. Ты, как я посмотрю, парень не промах. С тобой можно иметь дела. Но это потом. Сначала артефакт. Хорошо. У меня есть такой. Пошёл за ним опять на кордон. Да капец. Всё, притащил золотую рыбку. Держи. Нашёл всё же. Молодец, спасибо. Да подожди, Сосонин, спасибо. Мне бы... Блин, не знаю, водку я не буду её взять. И чё, как мне радиацию-то вывести? О, чёрт. Хреново. Очень хреново. Кстати, ни одну аптечку даже не использую. Ну-ка. Но она, конечно, немного снизит эффект радиации. Ну ладно, пусть так будет. Ну что, расшифровал ПДА? Нет ещё. Сейчас думаю сходить в бар. Может, там кто поможет. Всё получится. Я тебе скину инфу на ПДА. Будет время, посмотри. Хорошо. Так, давай, давай. Ой, блин, я не прочитал описание. Ну-ка, надеюсь, хотя бы тут напишет. Кладбище техники обыскать надо. А, ну так я на кладбище техники. Окей, сейчас обыщу, только не уходи далеко. Короче, демонстрирую. Вот, мы поговорили с Костей у того костра. Идём вот сюда. Ну и, собственно, вон он рюкзак. MP5 SD находим здесь. КПК ещё один. Научную аптечку. Огненный шарик. Вот это очень кстати. Патроны 9.19. Эмбрион плоти. Я не знаю пока зачем он нужен. И щупальца кровососа. Это можно прапору задать. Боже, я уже хочу закончить серию, но квесты продолжают переть. Чувствую, эта серия выйдет большой там в итоге. Ку, Костя, подожди. Привет, Костя, давно не виделись. Ага, пять минут назад. Нашёл твой тайник. ПДА сдал. Привет, получается расшифровка. Привет, занимаюсь. Пока сложности с подбором ключа. Хорошо, не буду мешать. Удачи. А, то есть пока что я не могу у него получить следующее задание. Ну ладно. Так, ну я тогда к прапору. И запихну на пояс огненный шарик, чтобы он не радиацию выводил. Я вот думаю, а может ещё и вспышку одну надеть? Типа, смотрите, электрошок плюс 15, да? Если я 1.01 артовыносливость, который полностью погасит минус выносливость огненного шара, то радиозащита... Ой, тьфу, электрозащита в принципе в минус не уйдёт. Да, конечно, радиозащита уйдёт, но чё, у меня огненный шар, мне пофер. Так, Ку, принёс. Спасибо, меченый. Ну ты не серчай, мне эти щупальца во как нужны были. На стоечку я из них делаю. Ну понятно, на стоечке он там от радиации делает, видимо. Ну и Фанчи Спас-12 я получил. Где этот ваш лис, которому нужно сдать данный ствол? А, он всё ещё на кордоне, ну я тогда пойду. Ну у лиса тут атмосферненько. Так, я тут одного человека жду, да ладно, лис. Держи, принёс тебе пушку, хорошая штука, мне бы такую. Сказка, прапор, штык ему в глотку, отдавать не хотел. Короче, пришлось на кровососа ходить, шучу, не ходить. Ну спасибо, меченый, пусть теперь только сунется. Сунуться, точнее, я им задам жару, если, конечно, догонят. Держи валыну, играй на здоровье. Чё это такое? А, он мне дал вот такой вот дрободан. Я не знаю, он лучший или как. А чё за нём модификация, подожди. А я могу чё-то другое в него зарядить? Дробь, например, могу. Блин, ну я только тозовку нашёл. Ладно, придётся её продать, видимо. Ну и чё, всё, наверное, увидимся на агропроме. Субтитры сделал DimaTorzok